С наступлением летних каникул в Славянском районе начали свою работу дворовые площадки. Это одна из самых распространенных и доступных форм летнего отдыха. Школьники в течение всех каникул с пользой проводят время, играют, занимаются спортом и просто общаются. На некоторых таких площадках побывали и наши корреспонденты. Пожалуй, любимое место для любого ребенка – это дворовая площадка. Ведь здесь ребят ждет множество интересных занятий. Песочницы, качели, горки, карусели становятся отличным развлечением для детей. Отличным, но не единственным. Ведь главное занятие на такой площадке – это игры с друзьями. Мне нравится детская площадка. Я тут играю с вожатками, прыгаю на скакалке, рисую, катаемся на качелях. Мы тут развлекаемся, ходим в северный парк, на соревнованиях, играем в стритбол. Недавно мы получили второе место девочки. Ну, здесь весело, здесь можно погулять с друзьями и провести хорошо день. Здесь кольцо есть, и мы с ребятами играем в стритбол, и нам это нравится. Я с удовольствием хожу на детскую площадку, потому что у меня много друзей и знакомые. Мне очень нравится участвовать в соревнованиях по стритболу. Все эти ребята каждый вечер посещают дворовую площадку в Северном округе по улице Адельской. За несколько дней они подружились и стали настоящей командой. Рваный кет – так назвали себя мальчишки и девчонки с этой площадки. Здесь каждый находит себе увлекательные занятия по душе. Кто-то рисует, кто-то катается на качелях, кто-то играет в подвижные игры – футбол, стритбол, теннис. А их вожатая – Александра Купчикова – старается разнообразить каждый новый день. Проводит конкурсы на лучшее стихотворение, танец или песню. Устраивает всевозможные соревнования среди ребят. У нас есть листочки, карандаши, фломастеры. Они очень любят у меня рисовать. У меня мальчишки, они просто обожают играть в стритбол, баскетбол. На скакалке они у меня прыгают. На этих качельках тоже катаются. В догонялки играем. Всякие такие подвижные игры. У меня вообще дети, они все подвижные. У меня на месте они не сидят. Бегают, бегают. Таких площадок в Славинске-на-Кубани 20. Все они работают каждый день, кроме выходных с пяти до девяти вечера. Можно быть уверенными, что здесь школьники проведут каникулы с пользой и большим удовольствием. Надежда Неткочева, Игорь Ванчугов, Александр Косицын. Программа «События».